Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите сегодня в выпуске. Не взираю ни на что выставить топиарные фигуры. Зеленая экспансия. Орловские топиарные фигуры будут стоять в Туле. Ребят, я ничего не буду говорить. Прерванный полет. Накануне вечером Приора не поделила дорогу с мотоциклом. Есть пострадавшие. Я думаю, что стоит вернуть 0 промилле, потому что не каждый сможет себя ограничить. Законный откат. Парламентарии могут вернуть запрет на допустимую долю алкоголя в крови автомобилистов. Подвиги имеют имена. Первый областной продолжает. Народный проект победители. Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлено право бесплатного проезда по территории региона с 3 по 12 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Батумский. Эти дни были выбраны не случайно. В канун Дня Победы в области будет проходить много праздничных мероприятий. Губернатор лично держит на своем контроле все мероприятия, связанные с этой датой, с датой Великой Победы. И весь этот комплекс мероприятий в том числе и состоит из того, чтобы обеспечить для всех ветеранов и лица, которые сопровождают, бесплатный проезд. Идею сделать бесплатным проезд для ветеранов поддержали перевозчики. На совещании с руководителями автотранспортных предприятий, которое провел зампред Николай Злобин, было озвучено, что одна из крупнейших служб такси тоже предоставит свои услуги. Право бесплатного проезда распространится также на одного из сопровождающих ветерана лиц. Помимо организационных вопросов, транспортникам напомнили о соблюдении правил безопасности и контроля за состоянием машин, причем не только техническим. В салоне необходимое мы вам рекомендовали каждому разместить и на транспортном средстве, и внутри транспортного средства всю ту символику Великой Победы, которая необходима. Для наших автовокзалов, автостанций и вокзала порекомендовать, чтобы в эти дни, вы, пожалуйста, в дневное время, ну там в то время, когда, может быть, там появятся участники войны с сопровождающими лицами, организовали дежурство. Где-то помочь приобрести билет, где-то посадить его в зале. Мы поручено всем транспортным предприятиям привести в соответствие не только техническое, но и санитарное состояние свои транспортные средства, так, чтобы нам не было стыдно перед гостями и горожанами за состояние того транспорта, который у нас на улицах. Также с 1 мая в области начнет работ региональный штаб по организации перевозок по телефону 59 83 17. Ветераны их близкие могут получить информацию по любым вопросам, связанным с проездом в транспорте. К 1 мая Орел зазеленеет, и как это бывает каждый год, не без помощи специалистов. На улицах высадят более 15 тысяч цветов, а 28 тапиарных фигур вернутся на свои прежние места после зимовки. Кстати, в этом году орловчане увидят и новые арт-объекты. Территорию санатория Дубрава украсит вот эта конструкция фламинго. Орден, который впервые появился на сквере танкистов в 2014 году, почти готов. Кстати, точно такая же тапиарная фигура появится и в Туле. Заказ поступил от железнодорожников, рассказывает руководитель Зеленстроя. Заключены уже первые договоры, первые контракты. И сегодня, к 9 мая, мы, города-герои Тули, должны отгрузить орден Отечественной войны, который будет 9 мая открыт. Поиск новых заказов связан с урезанием финансирования, говорит Константин Федотов. Если в прошлом году на счета муниципального предприятия поступили 50 миллионов рублей, в этом году недосчитались 14. Причем урезаться пришлось не только в финансах, но и территориально. Были придуманы вот такие домики, тапиарные фигуры накрыты. Люди работают и в снег, и в град, и в дождь, готовят тапиарные фигуры. И мы постараемся к 1 мая, не взирая ни на что, выставить тапиарные фигуры, посадить клумбы все в городе. До 9 мая дошлифуем все. Орловские врачи обследуют детей Крыма. Туда медики будут командированы в конце мая. Как пояснил Алексей Медведев, диспансеризация будет проводиться на современном оборудовании. Там, где в степных районах, в отдаленных районах Крыма отсутствуют специализированные детские учреждения, детские поликлиники. И учитывая то, что наша область обладает таким уникальным комплексом, мобильной поликлиникой на колесах, вот эта идея получила поддержку и у губернатора Орловской области, и в нашем коллективе. От нашей области будет направлено 20 врачей. Квалифицированные специалисты обследуют свыше тысячи маленьких жителей республики. Поездку планируют осуществить исключительно на спонсорские средства. Группа врачей на территории Крыма будет работать неделю. По словам главного врача детско-клинической больницы Алексея Медведева, отсутствие специалистов не отразится на работе местных лечебных учреждений. 70 миллионов рублей, которые мэрия Орла в качестве аванса перечислила подрядчику, бросившему строительство дороги на Раздольной, нашлись. Об этом стало известно на пресс-конференции с временно исполняющим обязанности начальника следственного управления регионального ОМВД Юрием Пироговым. Он же сообщил, что на руководство строительной компании, с которой УКС Орла пытается сейчас расторгнуть договор в арбитражном суде, завели уголовные дела. Илья Берёв продолжит. Двоих руководителей у Остройсервис Орловские следователи подозревают в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Именно так звучит статья, по которой в отношении них возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые под подпиской о невыезде, а 70 миллионов бюджетных рублей, аванс от мэрии за строительство второй очереди дороги по Раздольной, которые были якобы похищены, нашлись в Москве. Их чуть было не списал банк, который кредитовал подрядчикам. Их расчетный счет находился в банке, где они брали вот эти денежки. Как только деньги получились на счет, а не в этот банк, значит, банк списал со счета в счет погасшения кредита. Все. Подозреваемым грозит штраф в полмиллиона рублей или лишение свободы на срок до года. Гораздо большие сроки грозят иным злоумышленникам, но поймать их практически невозможно. Орловские полицейские в марте столкнулись с абсолютно новой схемой грабежа. Преступники крадут сумки и телефоны из квартир, двери которых не закрыты на замки. А хозяева, как правило, в это время дома на обеде. Сторожил старейшие сотрудники полиции, они разводят руками, говорят, мы не помним такого, чтобы... Но, получается, граждане сделали все для того, чтобы облегчить жизнь злоумышленнику. Они оставили дверь открытую, то есть не надо ни сейф взламывать, ни окно вскрывать, ни каким-то образом еще проникать. В квартиру все, пожалуйста, они оставили дверь открытой. И вот эта вот беспечность наших людей, ну, действительно, мы немножко обескурашены этим. Таких преступлений за март в Орле зарегистрировано более десяти. То есть речь идет уже о серии. Их тяжело раскрыть и еще тяжелее доказать. Как и факты ограблений пенсионеров, счет которых за последние пару лет пошел на десятки. Проводят сейчас профилактические мероприятия, отрабатываем, как говорится. Но пока нас лет не вышли. Если же говорить о работе следователей с начала года, то уголовных дел стало больше на 20%, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Их раскрываемость, по заявлениям полицейских, также растет. Илья Берева, Павел Жувамбаев, телеканал Первый областной. В четверг, около половины девятого вечера, на Московской, в районе остановки «Завод Медведева», разбился мотоциклист с пассажиром. Мотоцикл «Хонда» двигался в направлении железнодорожного вокзала. За рулем был мужчина, 87-го года рождения, на заднем сидении его спутница. Они столкнулись с «Ладой Приора», которая поворачивала со встречной полосы направо, на улицу грузовую. Водитель «Жигулей» должен был мотоцикл пропустить, но этого не сделал. Ребят, я ничего не буду говорить потом. Беремся, будем разговаривать. Удар был покасательный. Водитель «Приоры» за кадром рассказал, что он, как только заметил несущийся мотоцикл, сразу нажал на тормоз. «Хонда» и те, кто были на ней, пролетели по инерции вдоль Московской улицы около 15 метров. Полет мотоцикла прервал отбойник. Возвращение данного столкновения, водители пассажиров мотоцикла получили телесные повреждения. Были достанны причем на учреждение города Орган. Молодого человека, управлявшего мотоциклом, у девушки пассажиры доставили в Симашко. Врачи зафиксировали обоих травмы. Мотоцикл с пробитым баком и полностью залитый порошком из автомобильных огнетушителей отправился на штрафстоянку. В Госдуму внесен законопроект, возвращающий нулевое промилле. Депутаты, ратующие за тотальную трезвость за рулем, уверены, таким образом они снизят статистику дорожно-транспортных происшествий. Сторонники этой позиции есть и среди орловских парламентариев. Проект, как и два года назад, приобрел статус спорного. Мнение за и против выслушал Олег Рудаков. Михаил Вдовин за то, чтобы вернуть отмененные в 2013 году нулевые промилле. Депутат уверен, ужесточение закона – вынужденная мера по отношению к тем, кто своей меры не знает. Я же сторонник нулевого промилле. Почему? Потому что сводки на дорогах в настоящее время напоминают сводки военных действий. Выпил – за руль не садись. Поддерживать такое мнение некоторые автовладельцы начинают только после лишения прав. Однако и это сдерживает не всех. Наркодиспансер регулярно привозят тех, кто давно в базе ДПС в черном списке. Однако Николай Абакумов, регулярно консультирующий любителей выпить, не уверен, что ноль промилле изменит ситуацию. По большому счету, где-то даже удобно, что есть какая-то предельно допустимая разрешенная концентрация, так как идеального нулевого показания в организме человека в любом случае не бывает, так как есть в организме человека свой так называемый эндогенный алкоголь. Сегодняшней допустимой мерой содержания алкоголя в крови является 0,3 промилле. Это процент содержания так называемого собственного алкоголя в организме человека. Абакумов говорит, что ужесточением чиновники допьются неразберихи и судебных исков. Михаил Вдовин же говорит, что стремление к абсолютной трезвости подтолкнет автовладельцев и к самодисциплине. Если кто не может жить без стакана белого вина и без бутылки пива и считать в уме промилле, я бы советовал этим людям ходить пешком, вы сохраните здоровье себе и обезопасите нас окружающих. В этой аварии в районе Алроса виноват пьяный водитель. При обследовании выяснено, что у него в крови содержание алкоголя было куда выше пресловутых 0,3 промилле. Кто знает, чем руководствовался этот человек, садясь за руль, но уж точно не принципом трезвости. За такое нарушение, приведшее к причинению ущерба другим участникам движения, в той же Германии предусмотрено пожизненное лишение прав. В Финляндии штраф 7 тысяч евро, это при том, что машину купить можно за тысячу. Но в Европе аварии по причине опьянения водителя большая редкость, несмотря на то, что допустимая норма алкоголя 0,5 промилле, что эквивалентно выпитой бутылке пива. Значит, проблема не в процентах. В Орловских автомобилистов мнения по поводу закона проекта разделились. Я против, потому что летом очень много продают вкусного кваса, а с 0 промиллем как его попьешь? Я думаю, что стоит вернуть 0 промилле, потому что не каждый сможет себя ограничить 16, как сейчас есть, и просто пьет лишнего. Олег Рудаков, Алла Новоженина, Олег Фомин, Константин Тимиргалеев, телеканал Первый областной. Прививать ответственность на дороге госавтоинспекция решила с малых лет. Социальная кампания «Прогноз безопасности» проходит сейчас по всей стране. Задача проекта – научить водителей и пешеходов правильному поведению в условиях различных погодных условий. Сегодня в гимназии номер 19 прошел открытый урок физики, на котором были рассмотрены погодные условия и как они влияют на безопасность дорожного движения. Подобные занятия будут проводиться не только с детворой, пройдут они также в вузах, в автошколах и автотранспортных предприятиях. В преддверии 70-летия Победы мы продолжаем народный проект «Победители». К нам в редакцию обращаются орловчане, жители области, которые предоставляют фотографии и биографии своих родных и близких фронтовиков. Тех, кто встал на защиту Родины, тех, кто вернулся и не вернулся с фронтов Великой Отечественной. И сегодня в эфире снова мемориальный цикл «Победители». Вглядитесь в эти лица, склоните головы. Давайте помнить, что наше прошлое не только трагическое, но и героическое. Мы были высоки, русоволосы, вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли, недолюбив, недокурив последние папиросы. Кирьянов Петр Кириллович родился в 1923 году в селе Максимовка Акмолинской области. В сентябре 1941 года был призван на службу в Красную армию. Окончил ускоренный курс Харьковского артиллерийского противотанкового училища. В действующей армии с августа 1943 года до мая 1945 года воевал в составе 235-й стрелковой дивизии на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Кавалер орденов Александра Невского Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. После войны жил и работал в Орловской области. Умер в 1987 году. Проект «Победители» выходит в эфир по вторникам и пятницам в главных новостях. Кроме того, его можно увидеть на нашем сайте obladin.ru С воскресенья начнется праздничная пасхальная неделя. Перед многими хозяйками стоит вопрос, какие блюда поставить на стол. Традиционными мясными угощениями на Руси считаются пельмени и котлеты. Но среди множества производителей, представленных сегодня на рынке, каким отдать предпочтение, в пельменной номер один выпускает продукцию особого качества, без усилителей вкуса и ГМО. За что орловчане прозвали пельмени этой марки христианскими, узнала Алла Новоженина. Пельменная номер один открылась в Орле три года назад. Она представляет собой сеть магазинов розничной торговли. В самом начале орловчан сюда зазывали за пельменями. Теперь же в магазины идут и за другими полуфабрикатами. А почему берете именно здесь вареники? Ну, потому что мне нравится очень вкусная продукция. В ассортименте голубцы, вареники, тефтели, котлеты разных видов, манты, чебуреки и самса. У вас есть христианские пельмени? Да, конечно. Пельмени номер один в простонародье давно прозвали христианскими. В каждой упаковке на этикетке с обратной стороны можно прочесть отрывок из священного писания. Максим Виноградов говорит, таким образом пытается утолить голод у потребителя в пище духовной. Делая хорошую продукцию, я хочу, чтобы люди еще и питались духовно. То есть у каждого из нас есть Библия, да, но если задать вопрос, когда человек ее читал последний раз, то будет ответ примерно одинаковый, там, когда-то. Вот. Я хочу, чтобы хотя бы так люди читали Библию. По-другому назвать пельмени можно домашними. В рецептуре нет ни одного запрещенного ингредиента. В составе пельменей, котлет, мант, голубцов – чистое мясо. Технология производства подобна той, что готовится на домашней кухне. После нарезки куриное филе отправят на фарш, где добавят соль, перец, лук и яйца. Тут же приготовленная смесь разойдется на пельмени и котлеты и, приняв традиционный аппетитный вид, отправится на несколько часов в заморозку. Оттуда уже вручную будет расфасовано фирменные целлофановые пакеты с цитатами из Библии и бумажную упаковку. В Орле продукцию пельменной номер один можно приобрести в 30 торговых точках. Нашу продукцию можно приобрести, во-первых, в фирменных магазинах пельменная номер один, а также практически во всех магазинах сладкоежка, атолл, в апельсинах, сберегайках. Это можно приобрести только пельмени. И сейчас мы начали работать с таким магазином, как оптовичок. Там будет представлено несколько видов котлет и пельменей. Пельмени могут быть настоящими. Убедиться в этом может каждый, кто хоть раз их попробовал. Кстати, в пасхальную неделю продукция пельменной номер один может стать особым блюдом на праздничном столе. Порадовав своим отменным качеством и вкусом. Качество хорошее. Мы всегда кушаем всей семьей, рекомендуем друзьям. И никогда не было никаких нареканий. Поэтому сейчас сложно, мне кажется, найти хорошую продукцию. А именно эта продукция нам нравится. А главное, экономя на времени, вы не экономите на здоровье. Алла Наваженина, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Одним из главных пасхальных угощений остается кулич. Для того, чтобы он был на каждом столе, свой режим производства изменили орловские пекарни. Количество заказов на традиционную выпечку кондитерам не дает отдыхать даже ночью. Те же, кто хотят сами испечь угощения накануне праздника, отправились на мастер-классы. Ксения Туркова расскажет, чему учили маминых помощников. Мастер-классы по приготовлению праздничной выпечки кондитеры давали на протяжении недели. Мы здесь стараемся показать детям, что изготовление этих куличей требует внимания, тепла. От усердия зависит вкусовое ощущение, вообще пышность этого кулича. Этот светлый христианский праздник ждут с нетерпением даже самые маленькие. Уже в это воскресенье тысячи верующих орла вместе со всеми православными будут праздновать Великую Пасху. У каждого человека верующий, он или не верующий, он ассоциируется с весной, с вкусными куличами. Их в Орловских кондитерских только успевают печь. Подготовку к празднику здесь решили вовлечь и самых маленьких. Желающих посетить такие уроки от кондитеров оказалось несколько сотен. На них дети узнавали о традициях праздника и его обязательном атрибуте – пасхальном куличе. Взрослые-то уже сами научились, а дети еще не опытные и не умеют печь. В этом году своими руками праздничную выпечку малыши готовили впервые. Теперь записаться к маме в помощники уже не так страшно. Так что подготовку к празднику можно по праву будет назвать настоящей семейной традицией. Ксения Туркова, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. Сегодня, 10 апреля, орловский боксер Эдуард Трояновский примет участие в очередном титульном бою. Наш боксер встретится на ринге с Айком Шахназаряном, бойцом из Самары. Поединок состоится в спорткомплексе «Лужники» в Москве. Напомним, Эдуард Трояновский – 34-летний боксер, чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и паназиатской боксерской академии. Трояновский идет без поражений, одерживая, как правило, победу досрочно, нокаутом. Пожелаем Ударду успеха. На сегодня это все. Интересную информацию сообщайте нам по телефону 76 10 28 и пишите на наш сайт obladin.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Мы откроем вам секрет стройности. Славянская клиника. Подробности уточняйте по телефону. 78 0 9 95 Телеканал «Первый областной» объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 44 40 20. Новости. 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 Субтитры создавал DimaTorzok